Спит? Аллилуйя. Давайте мы просрём наши руки. Дети, простирайте руки на родителей. Аллилуйя. Будем взаимно друг друга благословлять на полную реформацию в наших сердцах, в нашей жизни, Господь, Отец. Пусть Господь преобразует, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Ассана, слава Тебе, Господь, Отец. Эти сердца наполни славой Твоей, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Пусть, Господь, Отец, придёт полное обновление в Духе Святом, Господь, Отец, распространиться на души наших детей, Господь, Отец, на их физические тела, Господь, Отец. Мы приглашаем полное здоровье, Господь, Отец, во Христе Иисусе, Господь, полное счастье, радость, Господь, мир, Господь, Отец, в Тебе, Господь, Отец, слава Тебе. Просто, Господь, Отец, верши свои дела через наших детей, говори через них, Господь, смотри через них, прикасайся через них. Аллилуйя, Отец. Исцеляй через них, освобожай через них, Их, Господь, благословляй и спасай. Аллилуйя, Отец. Через наших детей, Господь, во времена пробуждения, Господь, дается полнота славы Твоей, Господь. Потому что самая невероятная вера у детей наших, Господь. Поэтому Ты говоришь, Иисус, будьте как дети. Аллилуйя. Мы молились во имя Твоя Иисус Христос, наш Господь и наш Бог. И церковь скажет Аминь. Проходите, дети. Слава нашему Богу. Аллилуйя. Наташа, сейчас будет клип, надо будет свет погасить. Ты знаешь, я хотел... Оксана, можно видеоролик запустить? Европа оправлялась после страшной катастрофы. Эпидемии чумы, которую в народе называли «черной смертью». Эта болезнь унесла жизни миллионов людей. Не считая всеобщая подавленность, резко контрастировала с богатством и роскошью церковных иерархов. Библия читалась в храмах на непонятной латыни. И потому общий смысл ее, как, впрочем, и вопросы веры, были непонятны простым людям. По обедневшим городам Европы бродили нищенствующие монахи. А в руках папы римского была сосредоточена колоссальная власть. Напряжение в обществе нарастало. И именно в это непростое для людей время римский иерарх с целью пополнения папской казны издает совершенно кощунственный указ. На свет появляется документ, согласно которому человек, в зависимости от своего материального положения, может купить прощение грехов, совершенных в прошлом. А люди побогаче, за определенную сумму, могли приобрести прощение грехов даже до конца своей жизни. Этот документ назывался индульгенцией. Люди, думающие и способные читать священное писание, были возмущены. Разница между смиренной жизнью Христа и его апостолов, и теми, кто в XVI веке называл себя представителями Бога на земле, была слишком очевидна. Именно эти противоречия и желание в открытом диспуте обсудить их с представителями папской власти стали причиной того, что ранним утром 31 октября 1517 года францисканский монах, профессор Виттенбергского университета Мартин Лютер прибил к дверям замковой церкви Виттенберга свои знаменитые 95 тезисов. Это событие стало началом движения, получившего название «Реформация» и оказавшего благотворное влияние на многие столетия вперед. Библия стала переводиться на родные языки, и ее послание становилось понятным простым людям. Были сформулированы основные постулаты, которые легли в основу современного протестантизма. Только Священное Писание, а не его вольные интерпретации и вымыслы, являются основой христианских убеждений. Только вера способна спасти и приблизить человека к Богу. Только благодатью Иисуса Христа обретается прощение грехов. Только Христос является единственным посредником между Богом и людьми. И только Богу должна воздаваться слава. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! На этой неделе мы праздновали 31 октября 500-летие Реформации. Для протестантов это знаменательная дата, потому что, можно так сказать, что 500 лет тому назад родился протестантизм. И слава нашему Богу, возникли и родились множество живых церквей, которые реально прославляли живого Бога, через которых приходил Дух Святой. Происходили преображения многих жизней. И самое главное, что произошла действительно реальная реформация человеческих душ. Люди получали через это обновление спасение. Слава нашему Богу! Реформация слов-синонимов у этого понятия очень много. Это и преобразование, это восстановление, это, можно сказать, перестройка, обновление. Это в какой-то степени революция, которая происходит на уровне сердец, умов. Это определенная такая трансформация, это преображение. Этот год, вообще, так, можно сказать, богат на юбилеи, потому что сто лет тому назад, то есть в конце октября, в начале ноября, также была Великая Октябрьская революция, которая по новому календарю, она празднуется в начале ноября. Не думаю, что это какое-то совпадение. Тоже я бы не хотел это ставить в один ряд, я бы хотел это поставить наоборот, чисто для сравнения, потому что все познается в сравнении. Я хочу сказать о том, что в какой-то степени Карл Маркс в своих трудах, он тоже преследовал цель реформации. То есть он очень много писал, вы можете изучить его труды, вы можете увидеть о том, что Карл Маркс изучал жизнь Мартина Лютера, то есть самого великого реформатора. Потому что реформаторов было очень много и до Мартина Лютера, и после него. Просто Мартин Лютер сыграл роль спички. То есть когда масса накопилась, критическая масса, нужно было просто вот так спичку поджечь, и просто все разгорелось. И возникла вот такая реформация. Почему я сравниваю это с революцией, с Октябрьской, которая была ровно сто лет тому назад? Потому что и Карл Маркс, и Ленин, они тоже преследовали такую цель, они хотели изменить общество, но хотели изменить общество без Бога. То есть с помощью каких-то своих человеческих сил. И поэтому, если мы поставим себе такую цель, я хочу поменяться, или я хочу поменять окружение вокруг себя, или я хочу повлиять на историю, или я хочу повлиять на какую-то страну, в которой я живу, у тебя может что-то получиться даже, но конец будет, если это без Бога, конец будет плачевным. Что сделал Мартин Лютер? Он сделал невероятный переворот в умах людей, и в принципе то, что он сделал, это было по-человечески, это было просто невозможно сделать. Потому что на то время царила такая религиозная система, которая была на всех уровнях, то есть это на государственном уровне, финансовый уровень, экономический, политический, на всех уровнях. Государственная церковь занимала просто какое-то, знаете, такое монументальное, такое незыбленное положение, власть, влияние. Все боялись, потому что это было средневековье. Людей реально сжигали, инквизиции пытали, сжигали там на кострах, также распинали. И это делали якобы христиане, которые называли себя христианами, но на самом деле не были таковыми. И прикрываясь маской Христа, они делали какие-то страшные вещи. То, что мы сейчас посмотрели на ролике, самое чудовищное, это они выдавали, то, что они выдавали себя в качестве наместников Бога, обладающих такой властью, что они прощали людям, якобы прощали, конечно, грехи, и при том делали это за что? Делали это за деньги. То есть сделали такой определенный бизнес на религии. «Приходите в церковь, там сидит Папа, вот к нему только он может вам простить грехи». Можете просто представить, на каком уровне богохульства это был грех такой страшный. Люди были неграмотные, люди Библии не читали, не могли ее читать, потому что по той причине, что были неграмотные. И люди в это верили. Но те люди, которые читали, да, священное писание, Мартин Лютер, он был выходцем из католической церкви, это был монах, это был доктор богословия. Доктор, у него было теологическое звание. Это понятно, что был очень образованный человек, и он просто возмутился, он просто восстал. Он говорит, ну где? Где вы в Библии можете найти хотя бы одно место, когда человек может просто простить грехи другому человеку? Это может быть только в качестве исключения, потому что Иисус Христос, это была личность, которая тоже прощала грехи. Но это личность исключения, потому что Иисус Христос это кто? Это Бог, который пришел воплоти на эту землю. Аминь или не аминь. И Он тот, кто может прощать грехи, потому что только Бог прощает грехи, и больше никто. Когда кто-то пытается себя поставить на место Христа, или попытается как-то вот так заменить, о том, что вот идите туда, там на самом деле Христос, Иисус Христос об этом предупреждает, не ходите туда, потому что много лжи Христов будет в последнее время. И в последнее время дьяволом будет являться в виде ангела света. Это тоже предупреждение, о котором говорит Иисус Христос. И нам надо бодрствовать. И как какие-то, знаете, постулаты, которые послужили основанием, фундаментом, то есть было 95 тезисов, которые касались всех тех каких-то моментов, которые католическая церковь на то время нарушила. И эти тезисы, они исправляли положение, но противостоять католической церкви на то время, это приравнивалось к самоубийству. То есть человек просто, ну как, он просто встал против такой системы, которая просто могла его реально просто уничтожить. Ну, на то время папство, оно было в какой-то степени, да, таким, может быть, лояльным, потому что позволили это вынести на общий суд. И если бы в качестве того, что просто тот, кто восстал, докажет, это на основании Писания, что мы нарушили, тогда мы согласимся. И Мартин Лютер, он доказал. Это было невероятно просто. И просто понятно, сразу становится, если вы будете изучать историю Мартина Лютера, вы можете убедиться о том, что если бы с Мартином Лютером не было Бога, то его бы просто сравняли бы с землей, его просто стерли бы просто в порошок. Он победил, потому что с ним был Бог, он совершил эту реформацию, потому что в нем жил Господь, да, потому что на самом деле просто то, что сделал Мартин Лютер, просто без Бога сделать было просто невозможно. О чем это нам говорит? Нам это говорит о том, что когда мы так думаем, о, Господи, да как можно это поменять? Ну, там такая бюрократия, да, что просто бюрократию поменять невозможно. Ой, мы живем в такой стране, что здесь уже все, уже настолько застыло, что поменять там вообще просто нереально. Вот против кого мы пытаемся восстать? Там это там просто какие-то голиафы. Если вы просто призадумаетесь, да, о том, что кто мы, кто церковь, да, наша власть намного сильнее. Библия говорит, что если с нами Бог, то кто может быть против нас вообще? Тот, кто в нас, он больше, кто в этом мире. Мы поставлены на земле для того, чтобы являться здесь Царствием Божиим. Иисус сказал, что вы будете обладать такой властью, что все то, что вы свяжете на этой земле, будет связано. Все то, что развяжете на этой земле, будет развязано. Полномочия церкви, они просто невероятные. И вот Мартин Лютер это доказал. Он доказал о том, что если восстать против мертвой религиозной системы, с веры в живого Бога, то все становится возможным. Потому что тот, кто во мне, он сильнее того, кто в них или за ними. Я хочу сегодня открыть такое первое место. Оно написано во втором послании к Иеринфянам, в третьей главе, шестого стиха. Здесь нас Библия утверждает в том, кто мы такие, кто мы есть. Апостол Павел пишет, шестого стиха, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Давайте мы это запомним. То, что мы служители Нового Завета, мы служители не буквы, не то, что там написано о том, что вот просто на самом деле, вот я знаю, да, знания не помогают, знания не срабатывают. Или знания срабатывают только тогда, когда мы говорим их в Святом Духе. Когда это соответствует Священному Писанию. Поэтому вот пять постулатов, которые звучат, которые озвучил Мартин Лютер, они стали столпами протестантской веры. Первое, это соло скриптус, только Священное Писание и больше ничего. То есть никакие другие источники не признаются для христиан как основание нашей веры. То есть вот, если это в Библии написано, да, это да и аминь. Если этого в Библии не написано, это не да и это не аминь. Я это могу просто вот так отринуть. Если это соответствует Священному Писанию, я могу еще с этим согласиться. Если это не соответствует Священному Писанию, я не буду с этим соглашаться, потому что это не соответствует моей вере. Второй постулат солофиде, только вера. И вы знаете, на самом деле, мы спасаемся только верой. Легенда говорит о том, что Мартин Лютер, когда был в монашестве, он, как и все монахи, проходил определенное послушание. Это легенда, которая в какой-то степени, может быть, там что-то добавлено, но я рассказываю так, как я прочитал. И вот он поехал в Иерусалим, и он должен был выполнить одно послушание. То есть он должен проползти по 28 ступеням, по которым якобы подымался Иисус Христос, когда шел в палату Пилата. И он должен был каждую ступеньку, когда он под ней вот так полз на четвереньках, он должен был на каждой ступеньке прочитать на латыни молитву «Отче наш» и поцеловать эту ступеньку. Потом опять вторая ступенька – помолиться «Отче наш» и поцеловать эту ступеньку. Потом он третья ступенька, и так до 28 ступени он полз, карабкался по этой лестнице, и на 28 ступени он поцеловал очередной раз. И потом ему в голову просто вот так прозвучала такая мысль, место из Писания. «Праведный верою жив будет». И это написано в послании кремлина в 1 главе 17 стих. «Праведный верою жив будет». И этот стих повторялся, повторялся, повторялся в его голове, в его сердце. И он, когда встал, отряхнул пыль и сказал, как же так? Оказывается, не ползание по лестницам, не целование лестницы, не ритуальные молитвы, они нас не спасают, нас спасает только вера. Только вера в Господа Иисуса Христа. И с этого момента в его жизни началась реформация. То есть сперва реформация началась в сердце Мартина Лютера, в его голове. Все просто перевернулось. Он говорит, что мы делаем? Чем мы занимаемся? Зачем мы делаем эти бесконечные религиозные какие-то обрязы, ритуалы, которые нас не спасают? Они не утверждают нас в вере. Они не взращивают нас. Они нам ничего не дают, кроме просто на самом деле крадут наше время, наши силы, наши жизни. Третий постулат, он звучит соло-грация. Только благодать. Мы спасаемся верой через благодать Христову. Аминь или не аминь, да? Апостол Павел очень хорошо пишет. Он говорит, благодатью вы спасены через веру. Сии не от вас. Божий дар, Божий подарок. Не от дел наших, чтобы никто не хвалился. Благодатью мы спасены через веру. Сии Божий подарок. Бог просто нам подарил спасение, которое дается нам через принятие вот этой спасительной благодати. Четвертый столб, постулат он звучит. Солус Христус, только Христос. По священному писанию только Христос спасает. Было очень много невероятных личностей на этой земле. Я думаю, что еще будет, включая Антихриста, который будет по пророчествам невероятной личностью, невероятно харизматической личностью, который будет невероятным оратором, у которого будет тысячи талантов, способностей. Он будет говорить на многих языках. Понимаете, о чем я говорю? Он будет увлекать за собой просто миллионы и миллиарды даже людей. Антихрист. Поэтому не будем вот так податливы на какие-то человеческие движения или течения, или какие-то, знаете, просто там конференция какая-то там, ну там все, миллионы собираются, и мы туда поехали, потому что там кто-то очень красиво, хорошо говорит. Но если этот человек говорит о том, что только он спасает, или он говорит о том, что это было заявление реально Папы Римского, предыдущего Папа Римского, который сказал так, что священное писание нам уже читать не надо, потому что это было когда-то 2000 лет тому назад, вот он приводил там факты о том, что да, книга Деяния, это дела апостолов 2000 лет тому назад, сейчас мы будем сами писать свое священное писание на основании наших дел, и я единственный наместник на этой земле, к которому вы можете прийти и получить спасение. Это слова Папы Римского, о которых он говорил примерно 20-25 лет тому назад. Я сам слышал эти заявления. Что это? Будем ли мы это принимать? Наш постулат веры говорит, что спасает только Христос. Аминь. Не какая-то другая личность, там не Будда, не Конфуции, не Мухаммед, спасает только личность Иисуса Христа, который именно для этого и пришел. Бог пришел воплоти, для того, чтобы мы через веру в Него мы стали частью Бога. Это мощный постулат нашей протестантской веры. И пятый, последний постулат, который сегодня хочу затронуть, по-латински звучит «Soli Deo Gloria». Только Богу слава, только Богу одному слава. Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Это слова самого Господа Иисуса Христа. И мы поклоняемся единому Богу через служение Иисуса Христа в нас, через плоды Святого Духа, через дары Святого Духа, через дела Святого Духа в нас, через нашу веру. Мы поклоняемся Богу и воздаем только Ему одному славу. Скажи Аминь. Потому что это так, потому что это написано в Священном Писании, это фундамент нашей веры, это благодать Христова, которая обильно пролилась в наши сердца, это Сам Христос и в этом поклонение Богу единому. Слава нашему Богу. И я буду читать дальше. Апостол Павел продолжает. Буква убивает, а Дух животворит. Если мы будем только на знаниях основывать свою христианскую жизнь, то это нас убьет, потому что написано буква убивает. Если мы будем жить по Духу, это нас каждый раз будет что? Это нас будет каждый раз оживлять. Животворит. Жизнь по Духу животворит. Жизнь по Духу дает нам жизнь, обновление, реформацию. Если заслужение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу и служение оправдания. Служение оправдания. Скажи, служение оправдания. Потому что мы с вами несем не служение осуждения. Моисеев закон – это служение осуждения, потому что как часто в церквях, к сожалению, мы сталкиваемся с служением осуждения. Каждый кого-то судит, вот это так, это так, это не так. Наше служение – это служение оправдания. Нас благодать, она уже оправдала. Христос нас уже оправдал. По вере ему уже оправданы. На нас уже… То есть, если мы каждый раз приходим к Иисусу Христу, если написано «Исповедную грехи наши, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, без исключения, слава нашему Богу». То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. То есть, Новый Завет имеет преимущество перед Старым Заветом, перед служением закона Моисеева. Ибо если приходящий славно, тем более славно пребывающий. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Скажи, с великим дерзновением. У нас должно быть великое дерзновение. Идти к царям, идти к вельможам, идти к министрам, идти к кметам и говори с дерзновением, что Иисус Господь. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилева не взирали на конец приходящего. Но мы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается кем? Оно снимается только Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. 17 стиха. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. О чем я сегодня читаю? То, что здесь написано, это реформация. Хорошо, что мы сегодня все грамотные люди, что мы можем читать. Не так, как 500 лет тому назад, когда большинство людей, даже в Западной Европе, Германия, это была варварская страна. То есть люди были грубые. Грубые. Они могли друг друга побить, как-то поругаться. Это не те немцы, которые сейчас педантичные или такие культурные. 500 лет тому назад Мартину Лютеру было довольно трудно разговаривать, потому что его могли реально там и побить, и просто оплевать его, и все что угодно. Сегодня мы можем читать Библию, сегодня мы можем узнавать о том, что, оказывается, по Новому Завету мы, те, которые поверили в Иисуса Христа, мы являемся служителями Нового Завета, и мы призваны постоянно обновляться. Почему я сегодня об этом говорю? Потому что, вы знаете, на самом деле, нам очень важно не зацикливаться на том, что было 500 лет тому назад. Да, конечно, Мартин Лютер – это невероятная личность, которая благодаря Духу Святому, благодаря той силе, которой Бог ему дал верности, он прошел до конца этот путь и совершил невероятный переворот в умах людей, но, вы знаете, сегодня намного важно нам приходить к тому, что вот эта реформация, которую на самом деле сегодня мы празднуем, это процесс постоянный, то есть это то, к чему мы призваны, то есть это какое-то постоянное обновление, обновление в познании Его. Вот апостол Павел – это была такая личность. Апостол Павел, он писал в одном месте, что «Мой ветхий человек, он со дня на день, он тлеет, вот это все, оно от меня отсеивается», то есть он держал своего ветхого человека в такой узде, что просто он этого волка не кормил, как есть в одной поговорке, просто на самом деле этот ветхий человек, эта плотская природа, она просто вот так постепенно вымывалась из него силой Святого Духа, она тлела. А новый человек, он со дня на день обновляется, это слова апостола Павла. А когда обновляется новый человек? Новый человек обновляется по Новому Завету только в познании Господа Иисуса Христа. Слышите меня? Вот это реформация, слышите меня? Вот это реформация, вот это та реформация, которую мы, каждый из нас, из христиан, живых христиан, мы призваны, мы призваны праздновать реформацию каждый Божий день. Аминь или не аминь. Мы призваны обновляться. К этому Библия нас призывает. Здесь на самом деле, еще раз я прочитаю, что мы же все, второе послание Коринфянам, 3 глава, с 18 стиха, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. И я еще раз повторю эту мысль, которую я получил на прошлой неделе, о том, что как в зеркале написано, когда я прочитал это место, я подошел к зеркалу, и, Господи, я хочу увидеть Твой образ. Я хочу узнать, как так вот, ну, просто я уже там, более 25 лет я уже в служении, больше 20 лет я уже пастырь. Я должен же как-то вот определять о том, что вот я подхожу, и там Христос, внутри в сердце Христос, и мне от этого радостно, мне от этого хорошо. И я все там пытался там разглядеть, где там Иисус у меня там в глазах. И я для себя получил откровение, не пытайтесь у себя там в зрачках найти Иисуса, который сходит на облаках там к вам, или там какое-то облако, или какой-то яркий, ослепительный свет в Твоих глазах. Когда через Твои глаза проявляется, вы знаете, написано, Царствие Божие не пища и питье, Царствие Божие что? Радость, мир и праведность во Святом Духе. Когда ты смотришь в зеркало и видишь в Твоих глазах совершенный мир. Аминь. Когда ты видишь о том, что там совершенная радость, невероятная радость. Когда ты видишь, что там праведность, сверхъестественная праведность, не по Твоим делам, а потому что ты просто постоянно общаешься с Иисусом, ты что-то там где-то там подумал, ты бежишь к Иисусу, Господи, прости меня, Господи, вот убери вот эти мысли, убери вот эти желания. я понимаю, что они не от тебя. Я прихожу в твой свет. Все то, что не угодно тебе, убери, пожалуйста, от меня. И Бог тут же убирает. И тут же приходит вот эта праведность во Святом Духе. Не моя праведность, которая отдел моих, а праведность, которая по вере в Иисуса Христа. И вот для меня сегодня постулат, когда я прихожу к зеркалу и вижу, что через мои глаза я вижу радость, совершенный мир и совершенную праведность во Христе Иисусе, во Святом Духе. Я знаю, что через меня смотрится Иисус Христос. Скажи Аминь. Потому что это так. Потому что это соответствует Библии. Как в зеркале, взирая на славу Господню, ты должен в зеркале видеть славу Господню. Аминь. Потому что ты Божье творение. Потому что ты, преображаяся в познании Иисуса, в образ от славы в славу, как написано. От славы в славу, как от Господня Духа. Аллилуйя. Аминь. Я смотрю в зеркало, я вижу там славу Божию. Я вижу, что там служитель Нового Завета. Не тот, который по букве, какой-то буквовед. Вот так написано, вот так не написано. Вот так. В Духе. Просто в Духе. Да, Слово Божье, но в Духе. В Духе Святом. Еще одно место я хочу открыть сегодня. Это место написано в послании к Ефесянам. Давайте мы все вместе откроем послание к Ефесянам. Четвертая глава с 11 стиха. Реформация. Преобразование. Трансформация. Обновление. Революция должна произойти в наших умах, в наших сердцах. И вы знаете, это такой очень тонкий критерий. Я каждый день с этим сталкиваюсь. Когда вдруг я где-то не пободрствовал, какая-то обыденная жизнь, что-то вот на автопилоте, там проснулся, там зубы почистил, там пошел, ну это сделал, потом пошел, то сделал. Даже помолился, даже Библию прочитал, даже что-то хорошее сделал, но вы знаете, не пришел к Иисусу, не вошел с Ним в общение, не поговорил с Ним. И трансформации не происходят. И ты в этот же день, ты становишься вот таким вот мертвым религиозником, который там уже начинает про индульгенцию думать, да, о том, что как бы вот такой бизнес там сделать, о том, что раз там сделаю такое движение, там делается это все. Сегодня это в харизматических кругах, это уже получило такое большое распространение. Пасури приходят и пасури говорят, это не воссуждение, это просто констатация фактов. Тысячи долларов принесите сюда, положите к ногам, да, я с помазанием все сделаю, там елеем помажу, все, у вас в бизнес пойдет, все у вас будет хорошо. Тысячи долларов. Что это? Это Иисус? Иисус так поступает? Иисус так не делает, друзья. Аминь. И поэтому нам надо бодрствовать. Когда человек или когда даже там апостол, неважно на каком уровне отходит от общения Иисусом, он начинает заниматься индульгенциями, он начинает делать бизнес на религии, он начинает делать просто свои какие-то плоские дела, свои какие-то корыстные цели начинает преследовать. Только немножко не пободрствовал, только немножко отошел на один градус, да, и корабль через какое-то время уже двигается в противоположном направлении. Самое важное, да, секрет трансформации, секрет любой реформации, самое невероятное, это встреча с Иисусом. Еще и еще раз, познание Иисуса, обновление в познании Его. Господь, я сегодня хочу полного обновления. Я сегодня нуль. Сегодня я никто и зовут меня никак. Я забыл про то, что там я вчера имел или что сделал. Сегодня новый день. Сегодня все новое. Ты, Иисус, обещал, каждый раз дам вам новое. Вы новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. И это должно, мы призваны, чтобы это продолжалось каждый-каждый Божий день. Аминь или не аминь. Это реформация. Мы тогда становимся, как Мартин и Лютер. Мы можем противостать, против любой системы. Религиозной, мертвой, государственной системы. И это просто не устоит, если мы с Богом, если мы действуем в Духе Святом, если мы действуем по Божьей воле. Аминь. Болгария изменится. Аминь. Как бы тебе в это не верилось, она станет прекрасной. Мы каждый раз будем проглашать о том, что это будет какая-то обетованная земля для людей. Люди будут здесь просто приезжать, скрываться. Потому что на самом деле я читал такие пророчества о том, что Болгария будет страной-убежищем для многих. Она уже страна-убежищем. Потому что евреев укрыли, армян спасли. Короче, там, ну и так далее, это подобное. И это определенное помазание на этой стране. Я верю в то, что Болгария очень благословенная страна. Только по этим причинам, что она уже не раз, неоднократно спасала кого-то. Давала убежище. И поэтому мы сегодня вступаемся за благословенную страну. Для меня это честь. Скажи, для меня это тоже честь. Аминь. Жить в этой стране, молиться за эту страну, молиться за президента, любить болгарскую кухню, да, любить болгарского президента, благословлять его, там, каждый день вставать, потому что так написано, молиться за всякую власть, за все начальства, за всякого человека. Это угодно Богу. Слава нашему Богу. Давайте мы прочитаем. Посланник Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. Что установил Иисус Христос? Мы все друг другу нужны. Мы не можем друг без друга. Апостол Павел пишет. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Смотрите, апостол Павел описывает служение. Я хочу сказать о том, что наша церковь имеет привилегии. Какую привилегию? У нас есть свободные вакансии. Апостолов у нас пока еще нету, да? Пророков еще нету, евангелистов еще нету, учителей еще нету. И я пастырь, да, пастырь – это, знаете, самых скромных таких, ну, просто пастырь, пастырь – это такое, я бы так сказал, очень ответственное служение душу попечения, когда пастырь в большей степени находится в такой, ну, как сказать, печали, вступается за кого-то, постоянно там молится за кого-то, Бог ночью будет, вот, за этого надо помолиться, там что-то случилось, туда бежит, туда поехал, туда с кем-то поговорил. Ну, это вот такое служение, хорошее служение, они очень благословенные, я не жалуюсь, ни в коем случае, не подумайте, что я сейчас жалуюсь, или там я там, мне нравится служение пастыря, потому что я знаю, что придет время, я получу награду. Справедливое воздаяние, даже несправедливое, даже Бог, Он через свою какую-то призабилучую милость воздаст мне более, чем я того заслужу, потому что у Него много милости и много благодати. По благодати, по благодати, не по справедливости, потому что по справедливости, это Моисеев закон. А вот вакансия апостола, ну, слушайте, какой, я не знаю, христианин не мечтает стать апостолом, но надо мечтать, да? Так все, вакансия, пожалуйста. Вперед! Занимаем место апостола, занимаем место пророка, занимаем место евангелиста, занимаем место учителя библейской школи. Все это необходимо для чего? Для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Вот только задумайтесь над тем, смогли мы, апостолы, сожжить такую огромную церковь 2000 лет тому назад, во времена пробуждения, когда 3000 человек покаялось, потом 5000 человек покаялось. Смогли бы они сделать такое мощное движение, если бы они были разрознены? Если бы апостол Петр сказал, а зачем мне вообще нужны эти там другие? Я сам такой, потому что Иисус меня сам назвал камнем, на котором мы поставили церковь, мне другие вообще не нужны. Я пошел, да, ну, католики в это верят. Католики верят в то, что, опять же, я не осуждаю, потому что чуть позже я скажу про католиков. Католики верят в то, что их церковь католическая основана на апостоле Петре. Петр основатель их церковь. Я хочу сказать, я очень хорошо отношусь к тем католикам, например, у нас в Казахстане было очень мощное движение среди католиков. Много католических священников получило крещение Духом Святым с говорения на их языках. И они стали абсолютно другими. Они стали живыми. Мы вместе собирались с ними и вместе совершали какие-то совместные конференции, служения, благотворительности и так далее и подобное. То есть к таким католикам я отношусь очень хорошо, потому что это наши братья, это наши христиане. Но как относиться к тем, которые на самом деле просто творят не ведь что, да, на сегодняшний день, в моем представлении так же. И многие пророки так говорят сегодня о том, что Ватикан на сегодняшний день – это прообраз вавилонской блудницы. Потому что те беспорядки или те беззакония там творятся, даже в мире об этом даже и не мечтают, то, что творится в Ватикане. И все это последствия того, что люди когда-то отошли, просто отошли от живого Бога, от познания Иисуса Христа, возомнили о себе. Насколько опасны религиозные знания, насколько опасно сказать так самому себе. Слушай, я семинарию закончил, так, все, у меня образование хорошее, духовное, Библию прочитал три раза, да, молитвы знают нам наизусть. Все, мне больше ничего не надо. Вот это самое опасное состояние. Это называется духовная гордость, гордыня, которая приводит к падению. И апостол Павел про это говорил, если ты думаешь, что ты что-то знаешь, ты на самом деле ничего не знаешь, как должен знать, если ты от Христа отказался ради каких-то знаний, то ты самый несчастный, бедный человек. Ну, все, ты банкрот. Без Иисуса ты банкрот. Без Иисуса ты банкрот. Это очень страшно. И с Иисусом, только с Иисусом мы имеем абсолютно все. То есть мы самые богатые люди, самые щедрые, мы можем давать бесконечно, мы можем благотворительностью заниматься, потому что это течет, течет, как полноводная река, прямо с неба. Церковь нужна, потому что только в теле Христова может совершаться вот это служение для совершения святых. Только в церкви люди могут возрастать. Только в церкви люди могут просто укрепляться верой своей. Только в церкви мы можем друг друга назидать, сносить немощи друг к другу. Мы не можем делать это, когда мы в росте. Ну, там сестра сказала, а я как-нибудь сама в душе буду дома верить, молиться там, и все будет нормально. Брат сказал, да, тоже я, ну, просто я и сам по себе там буду просто евангелизировать. И смотришь, просто через какое-то время все затухает, затухает, да, вот как в прошлый раз брат свидетельствовал о том, что вроде бы там сам пытается что-то там и Библию читать. Но когда в одиночку, это ненадолго. И заканчивается это всегда очень плачевно. Когда мы вместе, мы огромная колоссальная сила. Аминь. Невероятная сила. И особенно, когда мы постоянно совершаем внутри нас эту реформацию. Мы позволяем Духу Святому нас постоянно трансформировать в то, что Он хочет в нас видеть. Образ Христова каждый раз обновляется в нас и возрастает от веры к вере, от славы к славе. Доколе мы придем в единство веры, познание Сына Божьего, и опять же приводится, познание. Апостол Павел не сомневается о том, что Иисус Христа можно познавать. Апостол Павел не сомневается, что можно возрасти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Можете представлять, какая вера? Апостол Павел говорит о том, что ты можешь возрасти до такого уровня, что ты станешь как Христос. Ты будешь делать то, что Христос делал, и даже более того, потому что сам Христос говорит об этом. Он говорит, будете делать то, что я делаю, и даже более того. Это слова Иисуса Христа. Аминь. Я верю в то, что на самом деле это не то, что мы будем делать. Это будет Христос делать через нас. И, конечно, Он сделает намного больше, чем Он сделал 2000 лет тому назад, потому что сегодня Иисус в силе Святого Духа не ограничен. Сегодня Он не ограничен плотью. 2000 лет тому назад Он был во плоти, сегодня Он в Духе. Аминь или не аминь? И Он не ограничен. Скажи аминь. 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами», потому что человек, который пытается сам верить, он будет постоянно деградировать и будет находиться в младенческом состоянии. Об этом Павел упоминает очень много-много раз. Говорит, мне уже по времени надо говорить с вами как со взрослыми, а я все еще продолжаю говорить как с вами, как с младенцами, вы хрестите Иисусе, когда вы, наконец, возрастете. Это возможно возрастать только в постоянной какой-то реформации. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающими всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинно любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое, совокупляемое посредством всяких, скажи, всяких. Мы есть всякие, мы нужны друг другу, мы друг друга скрепляем, взаимно скрепляющие связи, мы друг другу помогаем, мы друг другу содействуем, при действии в свою меру каждого члена, при действии в свою меру каждого члена, скажи каждого, потому что каждый – это ты. Это не тот, кто думает, вот я, ну, там просто пощажу сегодня, да, а там пасторят проповедуют, прославители проповедуют, молитвенники промолятся, а я как-нибудь вот так просто отсижусь. Ну, в этой церкви это не получится. Вы все будете участвовать, участвовать в Божьей славе. Скажи аминь. Не думай там где-то укрыться. При действии в свою меру каждого члена получают приращение для созидания самого себя в любви. Вы знаете, вот здесь хорошее такое слово апостол Павел пишет. Когда мы кого-то приводим в церковь, когда мы кого-то приводим к Богу, кого-то приводим к познанию Иисуса Христа, когда кто-то через нас лично познал Иисуса, это такая благодать, это такая любовь, это такое счастье. В этот момент на самом деле ты созидаешь самого себя. Ты растешь. Получает приращение для созидания самого себя в любви. Твоя любовь вырастает, твое сердце становится шире. Апостол Павел об этом пишет. Он говорит, как вы не можете нас вместить? Ваши сердца нас вместят. Мое сердце расширено для вас. Помните это место? Мое сердце. У апостола Павла было невероятно широкое, большое, огромное сердце. Он вмещал. Он вмещал Коринфян, он вмещал Галат, он вмещал Колоссов, Колоссян, Ефесян и так далее. Сколько церквей он основал. И все они были в его сердце. Но пришло такое время, когда эти церкви, некоторые церкви, они не могли вместить апостола Павла, того, кто их родил через благословение, того, кто их взрастил. Мы больше не хотим тебя знать, потому что пришли какие-то апостолы другие из Иерусалима, они сказали о том, что ты какой-то не такой апостол. И поэтому мы... Ну, извините, он родил вас. Аминь. Он вас взрастил, он вас кормил, он молился за вас. Он ваш апостол. Он пишет, что вы мое письмо, письмо Христово, всеми читаем и узнаваемое. Потому что я родил вас, благословение. Я молился за вас. Я взращивал вас через наставление веры, через слово, через... это были его духовные дети, он был для них реальным духовным отцом. И потом он пишет, Иоанн пишет о том, что отцов мало. Иоанн пишет о том, что отцовало. Продолжение следует...